С первых секунд она буквально сражает своей энергетикой. Даже если не знать о заслугах Мели, легко догадаться, что это человек искусства, большого таланта. Элегантные манеры, величественный взгляд, низкий голос с приятным акцентом. Шестикратная чемпионка России. Она танцевала за Россию. Многократные финалисты чемпионатов UK Blackpool International. Чемпионы Европы неоднократные. То есть их титулами можно восхищаться очень долго. Буквально год назад мы встречались в Челябинске с Сергеем Сурковым. Он преподавал здесь, на российско-китайских сборах. И вот сейчас в гостях у нас Меля, которой удалось прибыть к нам из Лондона, из Англии. И сейчас наслаждаемся ее великолепными уроками, мастер-классами, ее энергетикой, атмосферой, харизмой. Как любая форма искусства, и танец меняется. Я думаю, что танцеры есть и активнее, и мощнее. Но для меня как-нибудь это всегда было, есть и будет, и должна быть форма искусства. Танец должен что-то говорить, должен передавать какую-то историю, эмоции. И для меня элеганция, движение, story между двумя людьми на паркете, красота спины. И сочетание этого, что в нашем виде танца один плюс один равняется один, это есть вещи, которые я люблю более всего. И в нашем случае с Сережей, я танцевала с Сергеем Сурковым. Каждый раз, как мы потерялись в этом моменте, как мы что-то представляли, забылись в танце, это где зритель действительно доценил, это что мы делаем. Это всегда нужно представить свое искусство, быть своим искусством. И это когда зритель будет доцениваться. Вот это сплетение европейских культур, которое в ней есть. И ее любовь к России, настоящая любовь к России, которую она впитывает, наслаждается этим. Это очень интересно, и вот это ее стиль, в этом она состоит. Мне всегда вдохновляли танцеры в России. Я думаю, что русские танцеры, у них есть безумное количество таланта, и для меня вообще русские люди очень часто, эти, с которыми я познакомилась, ощущения такие, что у вас всех душа и сердце поет. И мне это всегда вдохновляло, мне это очень нравилось. И я тоже очень сильно уважаю и ценю, как мне здесь принимали зрители. Мне безумно вдохновил русский балет. Я помню, как несколько лет назад я сходила и в Большой, и в Мариинский. И мне безумно это впечатлило. Качество танцеров в русском балете несравнимо с никаким в мире, мне кажется. Литература. Вот я могу вам сказать, что на прошлой неделе я судила конкурс в Питере. И на следующий день попала на маленький кораблик, где была поездка под низкими мостами в Питере. И там оказалась гид-женщина, которая вдруг лиричным красивым голосом прочитала мне стиху Александра Блока «Фанера птайка улицы». Мне это так вдохновило. Слезы закручивались в глазах, и сразу моим подругам, кто это такой Александр Блок, потому что я знала и Бухакова, Лермонтова, Пушкина, Блока, я не знала. И вот и прочитала я его истории жизни. И, кстати, оказывается, что его отец жил и умер в Варшаве. Но и мне эта стиха, например, безумно вдохновила. Мне вдохновляет архитектура, мне очень часто вдохновляют люди. Fashion, другие виды танца, офигенные фламенко-танцеры, как, например, Сара Барас. Много вещей. Еще один источник вдохновения – это мода. Мелли интересуется и коллекциями знаменитых домов, и работами молодых дизайнеров. Участвует в фэшн-съемках, экспериментирует с драматическими и экстравагантными образами. Я люблю экстравагантные вещи. Я думаю, что опять. Знаете, я думаю, что это как во всем. И в танцах, и в моде, и в других формах искусства. Есть, конечно, вещи, которые очень авангарда и продвижены, и так далее, и так далее. Но я думаю, что всегда можно найти что-то уникальное и особенное. Я люблю вещи, которые не, как сказать по-русски, универсальные. Они, независимо от времени, всегда будут красивые. Меня не интересуют специальные тренды. Я всегда любовалась экстравагантными вещами. Я обожаю 20-е годы и ретро, и гадзби. Смотрю на фэшн-лайн Ульяны Сергеенко, и это меня вдохновляет безумно. Я всегда кайфовала от всех коллекций. Джон Галлиану для Диора. Но я люблю вещи, которые драматично-театральны, потому что я сама, наверное, такой человек. Я думаю, что, как и всем, можно всегда что-то найти для себя. Красивая, изысканная, разносторонняя, она вызывает восторг зрителей и восхищение учеников. Что же касается секрета успеха в танцевальном спорте, его Мелия формулирует лишь в двух словах. Only with passion. Только со страсти. Все, что делаешь, делай только со страсти. Потому что, да, это самое главное в жизни и в танце, я думаю.